Добрый день. Итак, сегодня в 19 часов, 19 числа, 19, там еще что-то, 19 года, правильно, вот мне подсказывают наши уважаемые эксперты, состоится уникальное по своему историческому значению событие президентские дебаты. Ну, здесь, конечно, немножко ерничаем, но все-таки действительно событие уникальное, коль скоро на Украине, вот сейчас будет в это воскресенье второй тур и сходится, никто сначала-то не мог предположить, что у Зеленского так политическая фишка-то будет играть очень активно, что он сейчас самого Петра Порошенко обскакал по опросам, но это уже не новости, конечно же. Но новости будут сегодня как раз очень активно идти у нас после 7 вечера. Конечно, будем внимательно за всем следить, но сейчас есть что обсудить с нашими уважаемыми экспертами, вот, например, такое. Всем известно, что есть такая фигура на Украине, это исполняющая обязанности министра здравоохранения, которая вдруг ни с того ни с сего, сейчас вот сколько там до дебатов остается, ну, совсем чуть-чуть, да? Пять часов. Начала советы давать, как себя вести, как себя держать, вот, надо обязательно держать взгляд собеседника, да, смотреть, обязательно общаться с народом, не бояться толпы, это она говорит профессиональному актеру и профессиональному политику, да, и говорит, что вот всех, вот, с кем ты общаешься, да, там, аудиторию свою, ну, которая потенциально может как-то на тебя там нервно реагировать, да, лучше представлять непричесанными и в пижамах. Ну, что ж, замечательно. Хорошие, наверное, рекомендации получил Петр Алексеевич и Владимир Александрович, по-моему, да? Да. Но сейчас, ну, не знаю, вот тут, конечно, они последуют ее примеру или не последуют, но вот здесь вот был опрос, неожиданно проведенный, накануне, по-моему, да, не знаю, кем проведенный, не знаю, ну, сейчас много наверняка опросов, который вдруг ни с того ни с сего показал, что разрыв между Порошенко и Зеленским, бац, вот так вот, и немножко как схлопнулся. Там, если у нас там 70, по-моему, и 30, где-то вот так вот разброс сил, то есть достаточно, достаточно серьезный, то тут вдруг выяснилось 44-54, откуда такие вот данные-то? Административный ресурс творит чудеса. По телефону, говорят, опрашивают. Ну, тем не менее, тем более, тем более административный ресурс творит чудеса, потому что известный всем Иосиф Сталин, ему приписывают слова относительно того, что неважно, как голосуют, как считают. И Петр Порошенко своим энтузиазмом де-факто дал понять избирателям на Украине, что он не собирается складывать оружие и собирается, что называется, вести эту лекторальную битву до конца. Честно говоря, вот вы процепировали, я так понимаю, Альяну Супрун, да, которая давала такие рекомендации. Я попытался сейчас себе представить полный стадион людей в пижамах, и мне стало страшно, поэтому я бы не стал следовать ее советам. Я бы ком в горле тоже какой-то был. Я бы не стал следовать ее советам, но да, действительно, сейчас практически все пытаются принимать участие в этих выборах, которые они считают очень демократичными. Хотя, вот честно говоря, по итогам этих выборов, понятно, что остались у нас президент, который весьма, не выполнил практически ни одного своего предупрежденного обещания, кроме установления без визы, с одной стороны. А с другой стороны, человек не профессиональный политик, так сказать, кот в мешке. Вот, и непонятно, выпустят его из мешка до конца следующего президентского срока, либо нет. И выбор-то, он довольно специфический, хотя, вот мы с экспертами уже обсуждали, в принципе, Зеленский нас может и удивить, хотя предпосылок, в свою очередь, для этого пока нет. Его все-таки, даже вот недавнее интервью, которое он давал в «Водолазке» и в подвернутых джинсах, давало... Да и обещает работу на велосипеде. Стало понятно, да, что человек сам себе ограничивает пространство для политического маневра. Ему были заданы вполне конкретные вопросы. Путин для вас кто? Враг? Да, враг. Политическое пространство сузилось. Вы будете делать Донбасс? Нет, не будет. Еще сузилось и так далее. То есть, человек, в принципе, сам себя загнал в рамки, из которых выбраться ему очень сложно. Ну, одно дело, давать обещания какие-то, а потом их не выполнять, это мы уже видели неоднократно. Владимир, вот здесь у нас сейчас, конечно, идет еще... Мы зрим-то куда дальше, чем вот эти вот выборы сейчас, которые предстоят, и дебаты. Впереди еще парламентские у нас выборы будут, да? И сейчас вот тот расклад сил, который совершенно не в пользу Петра Порошенко, подсказывает многим, что Петр Алексеевич метит в премьеры. И, соответственно, определенные бразды правления у него могут даже быть браздее, чем у президента. Ну, здесь давайте начнем с того, что какие бы там опросы сейчас ни проводились, конечно, Зеленский, очевидно, победит. И любой иной вариант победы Петра Алексеевича, это значит, что выборы очень жестко сфальсифицированы. Иных вариантов, в принципе, быть не может. А вот действительно, что будет за следующий период, за полгода, то есть к выборам Верховную Раду, это на самом деле... Это у нас в октябре, по-моему. Да, 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 это октябрь, ровно полгода. Это, на самом деле, самое интересное. Это большая интрига, потому что сейчас начнется сразу несколько процессов. Во-первых, полным ходом будет идти избирательная кампания, и основные политические игроки будут стремиться завоевать максимальное количество мест в Верховной Раде. Во-вторых, будет действовать Зеленский, который, скорее всего, станет президентом. И ему нужно будет совершать это первые его сто дней. Какие-то действия, а он будет связан тем, что и Верховная Рада чужая, и правительство чужое. И, в-третьих, феномен Петра Порошенко. Я абсолютно уверен, что никакого премьерства Петру Алексеевичу не светит. Более того, если мы проанализируем ситуацию, которая была прошлой Украины, уходя, человек уходит. Единственный, пожалуй, человек, которому удалось вернуться, это Янукович. И то там была очень специфическая, как вы помните, ситуация. Поэтому Петр Порошенко при его абсолютно запределенном антирейтинге, при том, что сейчас уже фактически целый ряд политиков и чиновников начинают проявлять своеволие и делать действия противные еще действующему президенту, очевидно, что Петру Алексеевичу нужно думать не о премьерстве, а о том, как спастись от пребывания в местах не столь отдаленных. Вот здесь вот очень интересно. Вот смотрите, у нас, в принципе, обычно предвыборная кампания, она чем отличается от всех других каких-то там политических событий, политических мероприятий? Один политик, который воюет против другого политика, вся его администрация, вся его команда начинает копать под другого политика. Потом, соответственно, тот политик начинает жаловаться, как у нас часто бывает, вот коммунисты, например, все время, или в ЛДПР даже. Да и все, на самом деле, все начинают жаловаться, что вот против них ведется грязная кампания какая-то. Ну, как будто не привыкли еще, да? Ну, вот я что-то не заметил особого, да, что вот, например, команда Зеленского взяла бы, а там, в принципе-то... Там и рыть не надо. Там и рыть особо не надо. Не надо вот, да, вот что-нибудь там вот накопать такого, да? Оно на поверхности лежит, хватай да беги, да? Да и в обратную сторону, ну что там, сказать, что Зеленский это ставленник кремля, ну что это? Детский сад какой-то, Юрий. Не кажется? Прежде чем ответить на это, одна ремарка по поводу Ляны Супрун, она же не имеет медицинского образования. Ну, зато знает, как вести дебат, это главное. Просто люди будут слушать, и кто-то действительно... Подумает, что вот так себя надо вести. Человек абсолютно без образования, ее занесло в Украину совершенно случайно. Кто-нибудь еще подумает, что обязательно надо в пижаме, не причесанном? Абсолютно правильно. Что касается этого, ну действительно, там, собственно говоря, Зеленский объявил одним из пунктов, в десяти пунктов своей программы, это полный аудит Украины. Но этот аудит предполагает полностью ревизию всего имущества и фактически перераспределение собственности. Поэтому не случайно, многие сейчас очень настороженно, те же олигархи и, в принципе, бизнес смотрят на Зеленского, потому что предполагая, что за ним стоит Коломойский, и зная, как вообще Коломойский ведет бизнес, а он, если берет какую-то сферу, он вытесняет полностью всех, он ничего не оставляет. Вот у нас два было человека, которым был характерен такой подход. Это Янукович, который слетел через три, менее чем через четыре года. И то у него, он все-таки хотя бы отделился чем-то с Ахметовым и с другими. А Коломойский нет, у него берегов нет. То есть, если брать какую-то сферу, ее надо забрать все полностью и никому ничего не оставить. Поэтому, конечно, на Украине первое, что грядет, это передел собственности. И это уже объявлено, это Зеленский заявлено. И, скорее всего, поначалу он будет это делать, хотя вот здесь мы говорили о том, что Коломойский может быть, вернее, Зеленский может дистанцироваться от Коломойского. Это вполне возможный вариант, потому что мальчик амбициозный, и, конечно, он захочет самостоятельную игру вести. И он, кстати, в одном из своих интервью последних указал, что у меня бизнес отдельный от Коломойского. То есть, он этот момент подчеркнул. И это не случайно. Поэтому основное, что ждет для Украины, это раздел собственности. Раздел собственности тут, помимо Порошенко под ударом, очень сложной ситуацией оказывается Ахметов. Потому что после того, как Вилкул фактически проиграл президентские выборы и набрал результат, который не позволяет надеяться на успех на парламентских выборах, он оказывается впервые без собственной фракции в парламенте. Перспективы получения, прохождения в парламент. Вот это два основных игрока, за счет которых, как мне кажется, будет передел властного имущественного поля на Украине перед парламентскими выборами. Это Ахметов с одной стороны, а с другой стороны Порошенко и вся его комарина. И вот на этом будет строиться парламентская следующая кампания. На том, что вор, как говорится, должен сидеть в тюрьме. И на этом будет Зеленский, скорее всего, строить свою кампанию избирательную. Тут единственный вопрос, вот какие взаимоотношения будут с командой Фирташа. С командой Фирташа и с командой Бойко. Вот это интрига. Вот, Алексей, вам... Мне, кстати, да. Мне эта ситуация очень напомнила ситуацию в России в 1996-1997 годах. То есть, в принципе, Борис Березовский, тогдашний серый кардинал, как его называли, кремлевской политики, он пытался сконструировать именно такую ситуацию, такую же схему, которая сейчас реализуется на Украине. Поэтому нам будет крайне любопытно наблюдать, к чему это все приведет, в конце концов. Хотя, конечно, нас очень беспокоит то, что это может привести не только к окончательному обнищанию населения Украины и созданию очень серьезной долговой ситуации, которая приведет к коллапсу экономики, но и к возможному распаду этой страны по совершенно катастрофическому сценарию. Россия тоже подходила к этому сценарию, но мы нашли в себе силы и перезагрузили ситуацию. Вот сейчас Коломойский будет играть роль Бориса Березовского. И меня, честно говоря, очень беспокоит. Да, история такая штука, что если, например, что-то происходит, всегда об этом где-то можно почитать. Березовскому, которому удалось сделать то, что не удалось ему в свое время сделать в России, да. Действительно, напрашивается такая аналогия, но с тем только, что на Украине эта история, она постоянно действующая. То есть олигархические войны – это, собственно, повседневность украинской политики. И каждый новый президентский выбор – это новый раунд тех самых олигархических войн. И, безусловно, результат этих президентских выборов, а также результат будущих выборов в Верховную Раду, приведет к перераспределению собственности и перераспределению влияния олигархических групп. Но здесь нужно, пытаясь понять, а что будет дальше, вот какой будет политика нового президента, если Зеленский им будет. Здесь нужно учитывать еще два очень важных фактора. Один фактор – это все-таки тот популизм, который Владимир Зеленский транслировал. Собственно, вот эта вот абсолютно протестная волна, на которую он победил. Ему нужно будет все равно реализовывать этот запрос в той или иной степени. И еще один фактор, очень важный – это, собственно, ожидание основного спонсора, то есть Соединенных Штатов, потому что та команда, которая формируется вокруг Зеленского, это все-таки не только команда близких Зеленскому людей, но это также команда… Здесь достаточно интересно, да? Да, команда тех людей, которые уже, собственно, имели опыт и вхождение в политику украинскую. Вот небольшая ремарка, если позволите, да, вот просто наблюдение, да, и логические выводы вот из того, что мы, например, сейчас видим. Да, мы не видим каких-то громких разоблачительных действий в отношении того или другого, да, как будто, в принципе, у них еще остается такой вот люфт взаимодействия, да, который будет в дальнейшем. Вот поэтому и возникают такие предположения, кто президент, а кто премьер. Со стороны Соединенных Штатов, да, они так, ну, в принципе, сейчас дистанцированно себя держат, но, в принципе, ведут достаточно четкую вот эту вот политику, да, есть там три отправных точки, через которые не надо перешагивать, да, Россия враг, там, что там еще у нас, война, соответственно, Европа. Нат-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Вот есть такие вот вещи, да, против которых, ну, кто-то там иногда какие-то ремарки бросает, но потом, естественно, берет… Те самые красные линии, которые так любил рисовать Барак Обама. Но, на самом деле, Зеленский и Порошенко делают все заявления, которые должны быть сделаны. Зеленский уже сказал, что Порошенко лучше уйти из политики. Тем самым он намекнул на уголовные дела, которые, скорее всего, будут возбуждены. Но, судя по настрою и желанию угодить Зеленскому как победившему президенту, я думаю, что за этим дело не станет. Уже в ближайшем. Тут один момент. Вот вы очень удачно ацентировали внимание на команде Зеленского. Потому что все говорят о самом Зеленском, а никто пока не обсуждал команду. Вот я когда взял список тех, кого он объявил, то у меня какое-то ощущение деживю. Партия регионов возвращается обратно. Ну, берем вот просто по фамилиям. Александр Данилюк, который будет заниматься финансами. Розунков. Он был советником, пусть не штатным, но советником Януковича. И он отвечал за экономическую политику, экономическую реформу. То есть его структура имела вес даже над кабинетом министров и над администрацией президента. Вот если у нас хватит времени, нам нужно сейчас ненадолго будет прерваться, то мы как раз этот экономический аспект сейчас в связи с введенными санкциями Украины, и с введенными ответными мерами, о которых накануне рассказал премьер Медведев, мы это постараемся обсудить. Просто сейчас нам нужно прерваться на небольшую рекламу, после которой подключится уже Ялта и наш специальный корреспондент Александр Суворова. Либо это не сейчас происходит? Понятно. Мы еще можем поговорить. Следующий человек Гетманцев. Человек, который будет курировать, если я не ошибаюсь, правоохранительную и юридическую сферу. Это профессор, который при Азареве был одним из советников. Вначале налоговой, потом кабинета министров. Министр обороны, человек, который претендует на должность министра обороны. Он человек Гриценко, но после того, как победил Янукович, его забрал к себе Азара в кабине, он возглавлял департамент в кабинете министров. То есть мы смотрим, вся та же самая команда, только поменялась местами, и они фактически будут управлять. Тут еще один момент в отношении самого Зеленского. Какую он политику по отношению к России будет проводить? Так он же сказал сильно. Это да. Дело в том, что он человек обиженный, лично обиженный. Причем в первую очередь обижен российский бомонд, потому что он в свое время входил в российский бомонд, имеется в виду шоу-бизнес. Он неплохо зарабатывал. И в один день, с его точки зрения, все от него отвернулись. Тоже Киркоров и все остальные. И, естественно, личная обида, насколько я знаю, у него очень сильно присутствует. Так может... За дело же отвернулись. За дело отвернулись. Здесь стоит вспомнить как раз, как он приезжал в Донбасс. Он так и приезжал, он финансировал это. И финансировал, он сам говорил, сколько денег он туда вкладывает. Я говорю о его личном, вот то, что рассказывают люди, которые с ним общаются, о его личном взгляде, его личном взаимоотношении. То есть он эмоционально настроен на то, чтобы доказать всем, в первую очередь, российскому бомонду, что посмотрите, тоже Киркоров выступает, а я президент, а я буду, может, с Путиным где-то ручку пожму. Вот я где-то. Если позволите, все-таки еще несколько слов о команде. То, что действительно некоторые представители, раньше бывшие в партии регионов, вошли в команду Зеленского, это совсем не означает, может быть, у нас есть у кого-то такая иллюзия, что партия регионов была такая, ну, условно, пророссийская партия, и, естественно, эти люди будут осуществлять какую-то пророссийскую политику. Ничего подобного. Во-первых, и партия регионов, она не совсем уж пророссийской была, если уж на то пошло, она была партией, которая защищала интересы определенной... Собственно говоря, Янукович захотел эти деньги, которые пришли к результате. И я-то имел в виду, да, эти люди были в партии регионов, но есть ведь и другие люди, которых, между прочим, Зеленский не обозначил, но которые достаточно активно стоят за его спиной. Сергей Терещенко, Абрамовичус, вот, в принципе, те люди, которые уже были на волне антикоррупционной политики, проамериканской антикоррупционной политики, уже, по сути, были частью украинской политической элиты, и они сейчас группируются за Зеленским, и в значительной степени они будут проводниками, скорее всего, вот такой, проамериканской линии. Ну, вот пока у нас Ялта не готова еще выйти в прямой эфир. Там, напомню, Международный экономический форум проходит. Сто стран представителей своих туда прислали, несмотря на то, что Украине это очень сильно не нравится, и она наверняка всех этих представителей внесет там миротворец какой-нибудь в свой стоп-лист и так далее, и тому подобное. Но вот сейчас про экономику. И про санкции. Украина запретила вывозить в Россию, по-моему, формалин, стеклотару, ну, и еще какое-то там вещество химическое, которое в деревообрабатывающей промышленности. Я там специально посмотрел, у нас куча предприятий, которые занимаются изготовлением. То есть, ну, как-нибудь проживем, да? Ну, вот ответ на это меры. Это нефть, нефтепродукты, машиностроение, по-моему, тоже. Кровь войны, то есть. Ну, в том-то и дело. Грубо говоря. Вот сегодня же Укрнафта сказали, сами сказали, ребят, ну, мы так не протянем долго. Нет, можно, конечно, по старинке через Белоруссию каким-то образом. Через Словакию. Ну, или через Словакию, но это все равно, это не прямой поток. Это уже ручеечек будет какой-то. Когда через какие-то третьи руки начинаешь обходными путями там что-то делать, это не получится уже такого эффекта. Ну, здесь санкции носят корректирующий характер. Потому что, если прочитать дальше, что написано, там написано, что ограничения, вводимые ограничения, они действуют, но существует режим специальных соглашений. То есть, Россия будет позволять определенным контрагентам покупать нефтепродукты и нефть, а кому-то не позволять. То есть, ВСУ явно их не получит. Ну, если так. А где гарантия того, что ВСУ их не получит, но их получит кто-то еще, а потом от них получит Россию? Такого рода сделки отслеживаются, значит, уже в следующий раз эти контрагенты просто этого не получат. Вот и все. Такого рода сделки отслеживаются, это, слава богу, это довольно прозрачные процедуры. Ну, сейчас вот та оценка, которая прозвучала от Укрнафты, да, которые очень, наверное, не хотят слышать, особенно перед выборами, и это не хочет слышать ни Порошенко, ни Зеленский. Это называется умные санкции. То есть, они включаются ровно тогда, когда руководство Украины начинает вести себя подчеркнуто, немотивированно, агрессивно по отношению к своим партнерам. Но еще раз, это умный контур санкции. Санкции были 10 апреля у нас. Совершенно. Тут еще это элемент давления на украинских олигархов. Если взять уголь, первый, кто от этого пострадает, и кто зарабатывал на угольном бизнесе с ДНР, с ЛНР, это Ахметов. То есть, это по его финансовой империи очень серьезный удар. Если говорить о нефтепродуктах, у нас есть товарищ Медведчук и вся команда Фирташа, Бойко, Фирташ, они занимались оборотом нефтепродуктами, нефтяными операциями. Поэтому это им сигнал. Либо вы определяетесь и что-то решаете, либо вы просто лишитесь источника заработка. И не случайно ведь тот же Медведчук сейчас начинает делать заявление о том, чтобы Зеленский должен... Потому что с их точки зрения Зеленский уже фактически победитель. Все на сегодняшний день украинская элита, более-менее, которая при памяти, она понимает, что Зеленский, скорее всего, будет победителем. И он к Зеленскому уже обращается. Причем обращается с точки зрения силы, которая пройдет в парламент. Одно из двух сил, которые, скорее всего, пройдут в парламент. Вот Бойко и, возможно, какая-то там некий блок или что там будет. Ну, сейчас у него второе место по... Да, но они уже прогнозируют с их социологией, что это будет второй блок. А, возможно, он даже первое место займет. Вот они с этой точки зрения рассматривают. Но это они делают послание. У нас еще он не вошел в эту предвыборную двойку, которая у нас сейчас осталась. Это все-таки оппозиционная платформа «За жизнь», которую вот ее, опять же, представитель Бойко как раз и заявил, что надо, в принципе, понятно, что не обниматься с Москвой, но все-таки какой-то, я не знаю, прагматичный диалог вести. Это, наверное, тоже прозвучало в ответ на те новости, которые... на те высказывания, которые мы услышали от Укрнафта, что, дескать, ребят, что делать-то теперь, да? Вот здесь тоже прослеживается Порошенко. Никаких разговоров, говорит, никаких разговоров с Москвой. Зеленский говорит, ну, можно там, в принципе, там с позиции силы как-то поговорить. И там, например, Бойко, да, ну, я не знаю, но это наверняка уже парламентские какие-то будут разговоры, которые говорят о том, надо разговаривать, ребята, сосед. Вот прагматики-то здесь как-то не прослеживают. А здесь данная позиция России, контрсанкции, которые мы сейчас вводим, во-первых, это контрсанкции. Все-таки это ответ. Контрсанкции, да, мы это подчеркнули. И этот ответ, безусловно, исходит из той конъюнктуры развития избирательной кампании, которая существует сейчас на Украине. И заявлений Порошенко и Зеленского, Зеленский, по сути, присоединился к Порошенко в антироссийскости и пытается его обойти даже на повороте в этих своих высказываниях, фактически этими контрсанциями Россия обозначает очень четко, что, ребята, вы взорвались в этом. Сейчас все-таки у нас выйдет на связь Ялта, расскажет нам там сегодня второй день уже Ялтинского экономического форума. Через пару минут, как раз после рекламы, Александр Суворова нам обо всем расскажет в беседе с вице-премьером Дмитрием Казаком.